Юр, привет! Как тебе с проблемой? Ты знаешь, я покупал инструмент все музыкальные и в коробке места оставалось. Ты помнишь, я хотел себе что-то, чтобы научиться играть на клавишах. И, в общем-то, я купил себе MIDI-клавиатуру. Опять же, по твоему совету, там 49 кнопок. Меня как бы смущает, во-первых, цена, 5 рублей и денег. А синтезаторы, ну как бы совершенно, объясни теперь, объясни мой выбор, пожалуйста. Что вообще я сделал? Ну, в принципе, я считаю, ты сделал правильно. Почему я тебе советовал брать именно MIDI-клавиатуру? О цене это сам видел. Цена огромная. Разница вообще в корень. Почему так дешево стоит? Почему это оправдано? Фактически, MIDI-клавиатура — это только клавиши. То есть, здесь клавиши, здесь небольшой набор вот этих контроллеров и, по сути, больше там ничего нет. Если внутри мы посмотрим, там кроме клавиш и маленького интерфейса, внутри ничего нет. Корпус поставленный. Хорошо, ок. Но здесь есть, допустим, вот, MIDI и USB. Как вообще его подключать? Смотри, короче, как это все работает? Да. Звуковой части здесь нету. Этим он отличается от синтезатора. Нету. А звук откуда-то? Звук пойдет, у тебя есть ноутбук, у тебя есть аудиоинтерфейс, звук у тебя пойдет оттуда. Ты включишь его по USB или по MIDI в свой интерфейс. Интерфейс включишь в колонки — все будет отлично работать. Ага. Хорошо. А почему именно включить? Я-то и MIDI-кабель купил у меня в интерфейсе есть, но тут и USB питается. То он по USB, зачем мне еще один кабель? Вообще, почему их два? Что с ними делать? Мы сейчас об этом подробнее поговорим, обсудим, что такое MIDI, как это работает и почему здесь два разъема, как MIDI работает по USB. Ого! Нифига себе. Ну, давай. Давай. Так, слушай. Ну, что такое USB? В принципе, понятно, да? Я как бы с ним сталкивался, видел, да, игрался. А что такое MIDI? С чем его есть вообще? Смотри, с MIDI ты не сталкивался, потому что MIDI — это интерфейс, который проявляется только в звуковой аппаратуре. Ну, можно было его раньше увидеть на компьютерах, но сейчас редко осталось только на совсем старых машинах. Слушай, ну, раньше на звуковых картах я когда видел этот разъем, у меня зажатка была. Он, конечно, был... Да, сначала он был в виде вот этого стандартного разъема, потом он выводился через геймпорт. Сейчас на... О, геймпорт. Геймпорт. Сейчас практически ты не увидишь. Материнские платы новые не поддерживают его. Вот. А в звуковом оборудовании он распространен, ну, просто повсеместно. Смотри, MIDI — это специальный цифровой интерфейс, который есть почти у всех цифровых инструментов. Собственно, появился MIDI протокол еще во времена аналоговых синтезаторов, как это было. К началу 80-х аналоговые интерфейсы на синтезаторах были уже повсеместно распространены, производители даже пришли к некому единому стандарту. Это позволяло подключать друг к другу самые разные инструменты. Однако аналоговые интерфейсы не поддерживали полифонию, и не сильно они дружили с микропроцессорами, что сильно затрудняло создание простых и доступных устройств. Ну, вот, к примеру, в конце 70-х Роланд выпустил цифровой секвенсор на базе процессора Intel 8080. Давно это было, конечно, мало кто сейчас помнит, но в свое время это был... считался шедевром. Это был прорыв тогда. Да, да. Вот. И этот секвенсор мог управлять сразу несколькими синтезаторами, но он стоил безумные деньги 5000 долларов. Ну, понятно. Вот. Это было дороже, чем большинство тогдашних синтезаторов. Поэтому переход на цифровые интерфейсы в качестве следующего шага, ну, он прошелся сам собой. Но трудность была в том, что для этого производителям нужно было договориться о едином стандарте этого интерфейса. К тому времени все крупные производители электронных инструментов, такие как Sequential, Oberheim, Roland, Yamaha, уже разработали собственные интерфейсы, которые позволяли объединять их собственный интерфейс, все их собственные инструменты в единую систему. И у них не было особого желания разрабатывать новый интерфейс общий. Если бы не усилие Дэйва Смита из Sequential, разработка в МИДИ, она могла затянуться на годы, даже на десятилетия. Однако, благодаря его настойчивости, компании все-таки смогли найти как-то общий язык, но фактически он сначала договорился сам с Роландом, благо их интерфейсы были довольно похожи. И за счет этого компании быстро выработали единые спецификации. И в 83-м году на январской выставке нам был показан фактически уже действующий интерфейс. Вскоре стандарт МИДИ был принят другими японскими производителями, однако американские компании поначалу принимали его штыки, раздавались там даже упреки в том, что Sequential под видом единого интерфейса пытается навязать свой собственный интерфейс другим компаниям. Хотя на самом деле, ну, фактически МИДИ был больше похож на Roland'овский протокол DCB. Было там давно, был такой у них интерфейс собственный на синтезаторах там Juno и, по-моему, Юпитер. Кроме того, в то время вот этот новый интерфейс очень активно критиковался за низкую скорость передачи данных, которая осуществлялась последовательно с частотой на минуточку 31,25 кбит в секунду. Так, подожди, это какое время? Это же 80-х? Да, начало 80-х годов. Это нормальная скорость для 80-х? Для 80-х может быть, но по современным меркам это, конечно... Не, по современным это, конечно, не о чем. Это печально. Вот. Уже в то время в таких инструментах, как таких производителей, как Uberheim и Rhodes, были параллельные интерфейсы. Ну, в частности, Rhodes, я, насколько помню, он подключался к этому, к второму Macintosh, этот, как он был назывался? К яблоку. Apple II, по-моему, вот. То есть, там был параллельный интерфейс, довольно скоростной. Вот. И за счет этого компании были очень недовольны. Фактически, они чувствовали, что их берут за горло с этим новым интерфейсом. Roland и Sequential две самые крупные компании. Они, ну, фактически договорились между собой, остальных поставили перед фактом. Компании были недовольны, но, тем не менее, к середине 80-х стандарт MIDI, несмотря на все его недостатки, был принят практически всеми производителями. И стал использоваться повсеместно. От синтезаторов до ритм-машин и компьютеров. То есть, во всем, фактически. А как вообще он работает? Ну, смотри, если говорить просто, то интерфейс MIDI передает цифровые сигналы. Так? Это сигналы, которые управляют музыкальным оборудованием. Для этого используются различные типы команд. Первыми серийные синтезаторы с MIDI, вот этот Roland Jupiter и Sequential Profit 600, они подключались друг к другу, который вот впервые было показано их подключение в 83-м году на вот этой знаменитой выставке. Они передавали, ну, там буквально минимум. Они могли передавать сигналы взятия и снятия ноты и переключения звуков. Ну, фактически все. То есть, там особого функционала не было, но инструменты соединялись. И с клавиатурой одного можно было играть на клавиатуре другого. Для того времени это было просто прорыв. Тем более, что это были инструменты двух разных производителей. Ну, да. Впоследствии, когда MIDI уже утвердился и когда стал он общепринятым, следующее-последующее вот эти поколения инструментов, они стали добавлять новые типы команд. Появились сообщения динамики, то есть силы нажатия на клавиши после касания, сдвиг высоты тона, сообщения Control Change, RPN, NRPN, система Exclusive. Там целая куча сообщений, там, вплоть до специальных команд для управления световым оборудованием. Ну, это круто. Это уже универсальность была, да? Да. Да, вот эта универсальность, она была достигнута где-то к началу 90-х годов, когда MIDI заполнил все ниши в оборудовании для шоу-бизнеса. То есть, это и звуковое оборудование, и световое, все, что связано с сценическими представлениями с шоу. Теоретически, по MIDI можно управлять любыми, в том числе и скрытыми параметрами синтезатора, сэмплера, процессора эффектов, любого устройства, которое эти команды поддерживают. Также через MIDI можно управлять изменением темпа и синхронизацией. Это впоследствии тоже стало очень востребовано, потому что появилась возможность синхронизировать его с рекордерами студийными. То есть, он понимал… Ну, да, для записи. Для записи это было очень важно. Тем более, что к тому времени стали очень распространены ритм машины, секвенсоры, и синхронизация темпа, и поэтому стал одним из ключевых вопросов. Вот. Значит, для подключения по MIDI используются специальные MIDI-кабели. Вот здесь у нас он есть. Это кабель с пятиконтактным разъемом. Разъем этот какой-то DIN, да, по-моему, называется. DIN-5, да. Не знаю, не помню, как они назывались на советское время. У нас раньше на нем было звуковое. У нас просто другое ручье не было, на самом деле. Но сейчас такой можно увидеть практически. Он точно такой же, как у нас на аппаратуре был, да? Да, это он же самый. Это же самый кабель, но сейчас, кроме MIDI, я не знаю, по-моему… Почему в Советском Союзе не могли взять Джеки? Я не знаю, почему вот это надо было забрать. Сложно даже сказать, почему они вот этот выбрали. Потому что, посмотри, здесь пять разъемов, а используется из них только три. Ну, так же, как и на аппаратуре на советской. Вспомни, там же было левая, правая, земля, и на запись, по-моему, ставились другие какие-то каналы. Здесь также. Были эти, где входы, вход-выход. Кстати, по поводу вот этого еще кабеля, это знаешь, что еще? На них были раньше клавиатуры. У меня даже есть вторая клавиатура с вот этим теканатным разъемом. Да, но это PC1 или как-то он так был. Потом-то было следующее поколение с мини-разъемом вот этим. PC пополам, да. Уже все следующее перешло на USB, но фактически то же самое произошло и с MIDI. Оно тоже перешло на USB фактически, на современное оборудование. Вот, смотри. Про этот кабель, что мы сказали, что это пятиконтактный разъем, на котором используется три только, три контакта из них задействованы. И что самое главное, передача данных по этому кабелю осуществляется только в одном направлении. То есть, это либо MIDI-выход, либо MIDI-вход. Один кабель не может передавать сигнал и туда, и сюда. То есть, если тебе нужно двунаправленное соединение, то это будет два кабеля. Два кабеля. И, соответственно, свои входы будут, да? Меди-вход, меди-выход. Есть еще, бывает, еще третий разъем MIDI-фру, который передает точную копию сигнала со входа, что позволяет объединить несколько устройств в последовательную цепочку. Но на практике я бы сказал, что это очень редко используется из-за низкой скорости передачи данных по MIDI. То есть, при попытке собрать вот эту вот цепочку из нескольких инструментов, когда с одного у тебя устройства, с ведущего, передается на несколько вот этих ведомых, ты можешь просто получить на слух ощутимую задержку из-за низкой скорости передачи данных. Поэтому на практике разъем этот на многих инструментах есть, но используют его крайне редко. Понятно. Это то, что касается основных принципов работы меди. В таком виде меди-интерфейс просуществовал почти 40 лет, и только в 2019 году его спецификации были обновлены до версии 2.0, в которой была значительно повышена скорость передачи данных, разрядность, увеличено количество меди-каналов, там, с 16 до 256 аж. И что самое главное, самое главное вот это изменение версии 2.0, то, что интерфейс стал двунаправленным. И по нему данные передаются и в одну сторону, и во вторую по одному кабелю. В целом, сейчас все это выглядит очень перспективно, там они добавили множество новых функций интересных, но в отличие от софта, железных устройств, поддерживающих меди 2.0, сейчас почти нет. Роланд выпустил меди-клавиатуру в 2020, по-моему, году, и как бы все, ну, я не могу даже на скидку назвать несколько хотя бы инструментов, которых есть сейчас 2.0. В софте, да, для софта это не проблема, там переписать код только. Для инструментов это полностью изменить этот интерфейс, но что самое главное, что радует, при таких темпах, понятно, что вот этот переход на меди 2.0, он займет годы, может быть десятилетия, это непредсказуемо сейчас, но версия 2.0, она полностью поддерживает старую версию по обратной совместимости, то есть старым инструментам, в этом плане еще не угрожает, они будут также работать. При подключении их к новому, он будет просто передавать старую версию, вот эту 1.0, которая была раньше. Слушай, ну я правильно понял, что по меди можно соединить любые устройства. Я могу подключить свою клавиатуру к любому другому синтезатору, вот в котором есть меди-вход, да, соответственно, вот прям вообще к любому. Да, в этом все, в этом главное, значит, заключается главное достоинство меди, именно вот в этой универсальности, да. И ты можешь подключить свою клавиатуру не просто к синтезатору, а к любому меди-устройству, к любому устройству с меди-входом. То есть к любому... Слушай, ну, блин, у тебя, я точно знаю, есть такие устройства, давай же подключим к чему-нибудь. Да, мы можем сейчас даже для интереса взять и подключить твою новую клавиатуру к моему старому модулю. Это старая Yamaha, которой больше 30 лет. Интересно прям. У тебя есть меди-выход, у меня здесь есть меди-вход, мы их подключаем и смотрим, что из этого получается. Забавно, давай. Так, ну смотри, мы, получается, подключили, дали питание по USB, да, и подключили миди, а вот с иском модулем. Да, мы вбили сейчас фактически, но что получилось? Здесь нету блока питания, нам пришлось вбивоткнуть просто с иском питания. Очень, кстати, обидно, что в миди нету 5-вольт. Ну, обидно, я бы сказал то, что они не положили блок питания вместе с клавишами, на этом сэкономили. Блин, ну цена, ну ладно, хорошо, уговорил. Когда теперь смотри, ты включаешь сейчас меди-клавиатуру? Да, включаю её. Давай, да, вот, есть, хорошо. И мы теперь включаем модуль. Ага. И по идее сейчас, он загрузился, да? Что-то там есть, какие-то звуки. И сейчас, по идее, у нас должно сразу... Что-то зазвучать. Что-то зазвучать. Без каких-либо дополнительных... Ну, давай, нажимаем. Да. Так себе звук, но звучит. Прикольная тема. Короче, смотри, что у нас получилось. Мы воткнули новый инструмент. Ну, наверное, в прошлом или в этом году, когда ты брал его. В прошлом, да. Это вот он лежал всё это время. Мы его включили в инструмент, которому больше 30 лет. И у нас всё завелось с первого раза. Странно, кажется, как удивительно. С компьютером, вот ты себе можешь такое представить? Я даже не могу просто представить, что я сейчас могу новое воткнуть в компьютер, которому 30 лет. То есть, там уже как бы дырки не те. Да, да, да. В том числе и мы с тобой обсудили даже клавиатура уже там... Да, уже как бы... PC большая. Да, не фактически. У нас сейчас PC пополам-то проблема найти. Да, это вот прям интересно. То есть, интерфейс действительно, он очень взрослый получается. Да, именно универсальный. Универсальный фактически. Что у нас вышло? Мы включили по MIDI его в старый вот этот звуковой модуль и не делали никаких настроек. Ну, да. МИДИ сам по себе канал, даже вот в этой старой версии 1.0, он 16-канальный. И у нас теоретически могла быть такая ситуация, что клавиатура передавала, например, по пятому каналу, да, а модуль был настроен на то, чтобы принимать по первому или по какому-то другому. Но, в принципе, в большинстве случаев по умолчанию стоит везде первый канал. Ну, не бывает обычно проблем с этим. То есть, включить один прибор в другой с MIDI, это не проблема. Понятно. А, это вот тут как раз кнопочка канал, да? Да, у тебя здесь есть в редактировании выбор канала, чтобы ты мог выбрать канал. Это, в принципе, тебе может быть впоследствии пригодится, когда ты будешь его включать в ноутбук, в какие-то плагины. Когда ты сделаешь несколько плагинов на разных каналах. Ну, я думаю, мы об этом уже позже будем общаться. Так, и что теперь? А, мы еще педаль, да, сюда воткнули? Да, смотри, мы включили сюда педаль. Ок, хорошо. Ты спрашивал, для чего нужно... Это же сильная машинка, я понимаю, да. А что дальше? Да, разъем заполнили. Разъем, как у нас это получилось? В клавиатуре, конкретно, значит, в этой модели разъем для педали, он поддерживает либо вот такой вот переключатель, который похож на рояльную педаль, либо, знаешь, вот эти гитарные педали, которые двигаются на вот этот угол и передается значение именно вот этого отклонения. То есть, вот это работает только как переключатель включен-выключен, да, а там педаль работает, ну, вот как вот эти регуляторы, да, как вот это вот все. Ну, понятно, то есть, передают что-то, параметр. Да, именно передача параметра. И смотри, что у нас получилось. Мы включили педаль, педаль работает у нас сейчас как педаль пианино, да, то есть, я нажимаю аккорд, нажимаю педаль, подпускаю. Ну, да, звук поставил, если я поставил, запускаю педаль, все, пропадает. Совершенно верно. Заработал, опять же, у нас без всяких настроек. Да, да, да. Если бы это не заработало, то здесь тоже в редактировании, я смотрел мануал, там через редактирование можно, где она тут, эта кнопка педаль была, не помню. Вот она, вот эта педаль, да. Мы бы просто набрали 64, 64 это стандартный параметр, стандартная команда для педали. Вот так, вот так, 64, не попал, 0, 64, Enter. Ну-ка, пробуем. Вот так. Подожди, так, мы ее сейчас можем отключить, получается. Попробуй другой параметр, какой-нибудь там, главное, чтобы это не счет отогналовалось, в 70 попробуем. В 70, давай попробуем. В 70, а ну. Борода. Нету? Угу. Ну вот, видишь, не помню, какой это номер, с чем мы там ввели, но это явно была не педаль. Прикольно. 64, да? Все работает? Да, все на месте. Угу. И много таких параметров может быть? Смотри. То есть, 64 это педаль. Конкретно твоя клавиатура, в чем, опять же, тут я сверился с мануалом, смотри, что у нас получается. Она перед, она поддерживает только сообщение Control Change. Угу. Это стандартная команда, их 128 штук, от 0 до 127. Да. Параметры 0 и 32 это смена банка, параметр 1 это модуляция, параметр 7 это громкость, но у тебя на твоей для громкости есть отдельный регулятор, тебе он, допустим, не нужен здесь, да? И дальше идут параметры, которые могут быть специфичны для конкретного устройства. Вот, например, вот это моя Yamaha, это старый модуль, он поддерживает всего несколько параметров, то есть, это педаль, громкость, ну, там, буквально, там, 2-3 еще и все. Более современные инструменты, они могут поддерживать все 127, и каждый из этих параметров будет влиять на звук, то есть, естественно, что это поддерживает плагины все. То есть, ты, допустим, когда ты поставишь плагин, ты можешь на своей клавиатуре назначить педаль, вот этот вот регулятор и вот это колесо на управление вот этим, одним из этих 127 параметров. То есть, ты можешь управлять громкостью, там, панорамой, уровнем эффектов, какими-то параметрами синтеза. То есть, подожди, я сейчас могу панорамой управлять педалью. Теоретически, да, но только это не эта педаль. Ну, да, педаль, которая бы передавала параметр, да, я мог бы управлять. Ты мог бы управлять панорамой, да. Ага, то есть, это вот... Панорамой очень удобно, очень удобно, педаль, кстати, работает на громкость, когда ты играешь, и тебе, допустим, ну, в какой-то момент нужно чуть-чуть громкости убрать, а ты играешь двумя руками. И ты можешь это просто сделать педалью. То есть, а у меня получается таких всего три. Ну, получается назначаемых три. Да, то есть, модулятор, дата, и третий, это уже будет педаль. Да, ну, смотри, вот этот регулятор, он, высота тона, он не назначаемый, он всегда работает только на этот параметр, на один. Этот назначаемый, этот у тебя все время громкость, вот этот, и, ну, да, получается три только. Зато у тебя, смотри, но зато на твои... Смотри, что есть интересно. Вот я беру аккорд, да, и, допустим, мне не нравится, мне не хватает диапазона клавиатуры, да. То есть, я хочу, чтобы вот здесь у меня звучало поле, и я могу сделать... Да. Видишь, что происходит. Ага, то есть, мы, получается, взял ты не здесь, а вот там, да. Да, да, да. Смотри, чем это интересно, клавиатура всего четыре октавы, но за счет вот этого переключения ты можешь сдвинуть туда или сюда ее. И для этого есть отдельные кнопки, это очень удобно. И, получается, эти кнопки, они тоже вот такие всегда, они и будут. То есть, вот, пич и октава, и громкость у меня всегда будет только это выполнять. Да, на этой клавиатуре ты не можешь их заставить делать что-то другое. Только вот эти вот три назначаемые. Прикольно. Но, в принципе, и этого тебе достаточно. Но, получается, что когда мы ее воткнем в USB, да, поставим какие-то плагины, то все это то же самое будет работать с плагинами. То есть, сохраняется вот эта медичная настройка, да, получается? Да, у тебя, смотри, у тебя вот это редактирование, ты можешь сохранить его там в пресеты. То есть, также вот это редактирование там, а потом выбрать один из этих готовых вариантов. Но тут есть один очень хитрый момент. У тебя вот эти каналы, которые ты назначаешь, одна из этих 127 команд. И 128, да, от 0 до 127. Она должна совпасть с настройками плагина. В плагине это настраивается, здесь это тоже настраивается. Ты просто должен сделать, чтобы эти номера совпали. Понятно. Иначе может быть у тебя такая фишка, что ты на это колесо сделаешь педаль. Угу, я понял, о чем ты говоришь, да. Это может быть закончится плачево. Да, это прям интересно. Это забавно. А чем отличаются сами MIDI-клавиатуры и есть ли смысл переплачивать тогда? Смотри, мы вот сейчас как раз говорили о вот этих контроллерах. Я тебе могу показать свою клавиатуру, и там ты сразу увидишь, в чем отличие дешевого инструмента от более дорогого. Давай, давай. Какой из своих ты покажешь, я вот так хотел сказать? Ну, на самом деле, MIDI-клавиатура у меня одна. Сдвигаю, сдвигай. Давай. А то есть все остальное у тебя есть синтезаторы, да? Да, остальное синтезаторы, но, опять же, вот ты смотри, ты задал интересный вопрос. Ведь синтезатор тоже может работать как MIDI-клавиатура, у него тоже есть MIDI-выход. То есть, в принципе, если нет нормальной MIDI-клавиатуры, можно взять какой-то нормальный дешевый синтезатор, и он будет работать. Да, и это может быть актуально, потому что старый синтезатор можно купить за совершенно несоизмеримые деньги с новыми. При этом может быть с какой-то интересной механикой, да? Он может быть с интересной механикой, и чем интересны синтезаторы, вот опять же, в чем большой отличие от клавиатуры. У тебя ты можешь играть только одним звуком за раз, так? Она передает, ты можешь выбрать MIDI-канал, но это будет только один канал и один звук. То есть ты не можешь играть несколькими звуками. Ты теоретически можешь загрузить там в своем ноутбуке несколько плагинов одновременно, и за счет этого получить наложение звука. Но это будет по USB уже. По USB, но и по MIDI. Ну что, по MIDI-то тоже, у тебя в MIDI-интерфейсе есть? А, ну да, к интерфейсу, да, да, да. На компе нет у тебя? Я сейчас пока вот на вот этом остановился, да. Смотри, но что ты не можешь сделать? Ты не можешь разложить клавиатуру. Ты не можешь сделать два звука, чтобы у тебя вверху был... Смотри, что у нас получается. Нажми-то. Ну что, здесь звук, здесь звук. Но звук все равно такой же, да. Это один и тот же звук. Ты не можешь сделать два разных звука. Если бы у тебя была здесь такая возможность, мы могли бы здесь выбрать, послать ему по разным каналам. Звук вот так, звук вот так, да? Да, и получить несколько звуков, потому что модуль поддерживает это. Так, подожди, то есть у тебя есть такая возможность, да? На моей клавиатуре такая возможность есть, и, что самое главное, такая возможность есть на синтезаторах. Многие старые синтезаторы поддерживают там 8-16 отдельных каналов разложения клавиатуры на несколько разных именно частей. То, чего нет, допустим, на твоей сравнительно дешевой клавиатуре. В этом большая разница. Что же сравнительно? Чуть ли не самая дешевая, потому что есть. Ну, но весь в ней, все равно, весь функционал, который тебе нужен для работы с ноутбуком, не есть. Там есть и контроллер, вот эти, там тебе их достаточно будет на самом деле. Но у тебя, я смотрю, открутилок, кнопочек и всей вот этой фигни побольше. Это называется контроллер, правильно? Да, смотри, в чем здесь разница? У нас вот эти все регуляторы, да, они играют такую же функцию, как твой, но у тебя он один. Ну, да. На моей клавиатуре, смотри, она, в принципе, здесь все то же самое. Здесь все эти контроллеры, все регуляторы назначаются, их можно назначить также на управление вот этими параметрами. Разница только в том, что у тебя это всегда control change. То есть, только один параметр. На моей клавиатуре это может быть любая команда, которая поддерживает MIDI протокол. А их много. Это не только control change, там их много разных. Вот. Второе важное отличие. У меня две, две могут быть разные зоны на клавиатуре. То есть, я могу играть одним звуком внизу, это будет один звук, а вверху это другой. И очень большое отличие в выборе звуков. На твоей это всегда очень... Ну, это будет edit, program, я не знаю, что там, что-то, enter. Теперь надо выйти, сменится. Неудобно у нас, да? Очень удобно. На компьютере-то ты сделаешь в один клик это. Ну, мышкой, да. В этом, в принципе, вот в чем разница, что на клавиатуре... Ты можешь выбрать звук на клавиатуре, можешь выбрать звук на источнике. То есть, я могу вот здесь его переключить, здесь у меня одна кнопка переключается. И в этом разница, в принципе, вот этой тоже клавиатуры. В том, что, имея вот такой большой набор полностью программируемых регуляторов, кнопок... Контроллеров. Контроллеров, да. Их можно назначить в том числе и на переключение звуков. И смотри, что мне интересно. Можно, например, выбрать какие-то две кнопки. Ну, там, вот эти две, да? И заставить их звуки прощелкивать вверх-вниз по очереди. Вот смотри. И он поддерживает. Он поддерживает. Попробуй. Звук какой-то. Ну, хорошо. Все, хорошо, да? Не держать. А, не держать. Ну, да. Так, подожди. Стоп. Ты меня заинтриговал. А вот эту крутилку я могу настроить на вот эту фигню? Боюсь, что нет. Потому что... А на нашем цифре какие-то меняет? Ты... Смотри, сам набор вот этих команд, control change, он и команды program change, это разные команды. И из-за этого твоя клавиатура это не поддерживает, а моя поддерживает. Потому что мои вот эти контроллеры, они могут передавать любую команду, которая есть в MIDI. Ну, я понял, да. Ну, поэтому разница в три раза была по цене. А в три? В три. Ну, не знаю, кнопки, по-моему, такие же. Ну, нет, мне больше мои нравятся. Не, ну, понятно, в три раза дороже. То есть я, в принципе, правильно понимаю, да, что вот, допустим, для работы вот с этим модулем, с его каким-то ограниченным набором фишек медичных, да, которых вот контроллеры нужны, мне этой клавиатуры за глаза. Да, это ты, в принципе, уловил правильно. То есть, в принципе, звук поменяли, пусть неудобно, но поменяли, а больше он там ни ревера, ничего больше из MIDI команды не поддерживает. Смотри, в чем здесь, в чем особенность, которую нужно четко понять. Чтобы MIDI правильно работал, чтобы он работал корректно, да, должны совпадать команды, которые передает устройство, которые его принимают. Вот этот мой старый модуль, он может принимать всего несколько параметров. Остальное просто в нем не реализовано. И в чем, вот тоже, опять же, в чем опять отличие твоей клавиатуры от моей. Я могу свои вот эти контроллеры назначить на параметры System Exclusive. Это самый такой глубокий вариант редактирования. И там передаются команды 16-ти ричным кодом, но это целое дело. Но, теоретически, за счет этого я могу управлять абсолютно любым параметром в нем. Вот так. Любой параметр, который в нем поддерживается на уровне редактирования звука, он может управляться с вот этих моих контроллеров. Только за счет того, что моя клавиатура поддерживает передачу этих команд, а твоя не поддерживает. А моя просто не поддерживает, я понял. Но, опять же, это в основном, это конкретный пример вот этого модуля. Он очень старый. В нем поддержка вот этих стандартных команд control change, она, ну, ее фактически там нет. Если бы это был более современный инструмент, там, выпуска, скажем так, после 2000-х годов, то там было бы, скорее всего, управление всеми параметрами. Здесь, к сожалению, ну, что есть, то есть. Понятно. Слушай, ну, очень интересно прямо на самом деле. Но, опять же, у меня же такого модуля нету, поэтому я, наверное, все-таки буду работать больше с ноутбуком, да? Ну, логично, да. Да, но вот это, я думаю, еще будет целая история. Давай, наверное, мы ее как раз-таки на потом и отложим. Правильно? Да, да. А, кстати, мне какое-то ПО может купить до следующего прихода? Ну, смотри, ты купил клавиатуру, получается, за 5000. Да. Покупать к ней, да, ты можешь пойти, там, зайти на сайты производителей, купить лицензионное ПО, которое может стоить 5, 10, 50 тысяч. Мне понравилось «может», а могу не идти. Ты можешь не идти, ну, ты можешь сделать, выбрать средний вариант. Ты можешь зайти на их сайт и скачать бесплатную версию. Отлично. В принципе, сейчас, на данный момент, есть очень хорошие наборы бесплатных инструментов, которые для тебя, как для начинающего, покроют, ну, большую часть их запросов. И я даже больше скажу, что это будет звучать гораздо лучше, чем вот эти все старые синтезаторы. Не, ну, 30 лет, понятно. Так, ну, прям интересно. Давай, я пошел скачивать. Слушай, ну, спасибо тебе очень, в общем, много информации ты мне дал. Я вот для себя выявил то, что, ну, MIDI-клавиатура, действительно, на самом деле, гораздо дешевле, да, синтезатора? Да, получается в разыцем. Вот, то есть, в принципе, сам по себе MIDI-интерфейс, он может работать абсолютно с любыми устройствами, в которых есть MIDI-интерфейс, да? Это однозначно плюшка. С компьютером, поскольку MIDI-интерфейса уже нету, да, на нем... На новых компьютерах его нет, от него давно отказались. Ну, это вот та плата, которая, да, была на звуковой, я помню. Вот, но есть USB-интерфейс, поэтому мы работаем по USB, да. А разница в клавиатурах, я понял, да, что механика самих клавиш разная, да? И количество дополнительных контроллеров, да, кнопок. Но это все зависит от чисто того, как ты ее используешь. То есть, для тебя нужны они мне или нет, да? Это большой вопрос. Вот, и, ну, в принципе, как бы, да, для первого знакомства с компьютером есть куча бесплатного софта, на котором... Это для начинающего музыканта может быть просто... Это большая плюшка, да. И, кстати, вот этот прикол, то, что можно звуки переключать и на самой клавиатуре, и на компьютере, это вообще прям забавно. То есть, она действительно получается, ну, как обычная клавиатура, по сути, работает. Ну, получается, ты, да, за вот эту... Клавиши механика. Большую совсем цену, и ты купил полноценный синтезатор, когда он работает в паре с твоим ноутбуком. Хм, но мне еще нужен ноутбук, да? Ну что ж, спасибо. И хватит. Комментируйте, срите там внизу, ставьте вот эту вот хрень, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, репостите, опять срите там внизу. И ждите с нетерпением следующего ролика. Это мы там за кадром оставим. Продолжение следует...